Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. На текущий момент те тренды, которые мы наблюдаем по рисковым активам, полностью соответствуют тому прогнозу, который я дал вам. Друзья, я надеюсь, что вы вместе со мной смогли эффективно распорядиться этим фундаментальным фоном и, соответственно, заработать. На мой взгляд, по ряду активов сейчас настолько предсказуемая динамика, что пользоваться этим ни в коем случае нельзя. Это даже является непростительной ошибкой. Поэтому присоединяйтесь к трендам. Я уверен, что до тех уровней, которые мы обозначили в качестве целевых ориентиров, вы сможете даже из текущих значений еще немного обеспечить прирост к вашим депозитам. Ну а по некоторым активам, повторяю, что поезд еще не тронулся этих самых возможностей. Мы нащупали хорошие точки входа и вот ждем, пока активы пойдут в нужную сторону. Это небольшая ремарка в сторону австралийского доллара, новозеландца и канадца. Единственное, что для меня является сейчас загадкой, это динамика нефти. Собственно, я предлагаю к ней перейти. Сейчас котировки 62-56 не удержались. Покупатели выше 66 долларов за баррель. И, честно говоря, вот старался сейчас найти хоть какую-то информацию, которой можно было бы без натяжки, а вот просто взять и оправдать, почему сейчас развивается нисходящая динамика. Ну, таких факторов просто нет. Помимо этого, есть позитив, который должен был бы способствовать тому, чтобы котировки переписывали прежние локальные максимумы. Во-первых, это и прогресс в переговорах между США и Китаем. Об этом мы уже говорили очень много. Я, с вашего позволения, сейчас останавливаться на этой теме не буду. Потом продление действий энергетического пакта сразу на 9 месяцев. Соответственно, с рынка автоматом убрана угроза того, что вся секция будет залита в перспективе второго полугодия 2019 года доп. предложением со стороны ключевых поставщиков. И еще более важная тема, которую я даже в обзорах обозначил, как, наверное, центральная сейчас для рынка черного золота и для ряда защитных активов. Это тема, связанная с ближневосточными событиями. Напомню то, что мониторинговый комитет, который следит за условиями исполнения ядерной сделки с Тегераном, сообщили о том, что Иран преднамеренно увеличил и превысил, скажем так, лимиты обогащения ураном. И в целом обозначил даже планы, что при сохранении прежнего натиска и санкционного давления они могут довести показатель обогащения урана до оружейного уровня. Трамп обозначил такую позицию Ирана как самая настоящая игра с огнем. Я согласен, что это провокации, которые лишь еще больше обостряют напряженность на Ближнем Востоке. И не хотелось бы, конечно, чтобы подобный тон и риторика Ирана, в конце концов, позволила бы США зацепиться за тот самый аргумент, который позволит им легко и впоследствии обосновать в средствах массовой информации, сначала в военной кампании, которой они так сильно стремятся. По этой причине, друзья, даже несмотря на то, что цены сейчас снижаются, я думаю, что, может быть, это элементарная ловушка для продавцов. Такое периодически случается. Я могу заблуждаться. Может быть, на рынке есть какой-то латентный, скрытый фактор этой нисходящей динамики. Но вроде бы по фундаменту я проанализировал все. И сейчас не хочу цепляться за факторы потенциального слабого спроса на сырье со стороны мировой экономики, что впоследствии приведет к тому, что котировки долгосрочно будут развивать нисходящую динамику. Рано еще говорить об этом. Мы к этому еще вернемся. Пока что есть то, что есть. Сегодня на повестке еще данные по запасам нефти. В США в 17.30 отчет выйдет. Разумеется, от данных будет зависеть локальная динамика нефти. Накануне у нас Американский институт нефти сообщил о том, что запасы снизились. Я допускаю, что и со стороны администрации энергетической информации тоже может быть такая же статистика. Поэтому в случае снижения запасов у котировок появится еще один фактор для роста. Посмотрим в итоге, где окажутся цены на нефть. Доллар иена 107.62. В конце июля состоится заседание американского регулятора, в ходе которого ставки будут, скорее всего, снижены. Ключевая ставка фондирования будет снижена. Мы следим за данными, анализируем их через плоскости того, как это отразится на риторике Федрезерва. У нас были слабые данные по производственной активности на этой неделе. Впереди у нас отчеты ADP, потом Non-Farm Perils. ADP, кстати, сегодня в 15.15 по московскому времени, а в пятницу Non-Farm. Также сегодня в 17.00 ISM в сфере услуг и производственная активность. Соответственно, друзья, слабые цифры – это еще один сигнал того, что американскому регулятору придется занять более мягкую монетарную политику через, опять же, снижение ставок. Я готовлю вас к этому и считаю, что доллар иена будет неуклонно снижаться и двигаться вниз. Сейчас мы уже на уровне 17.62, дальше будет только ниже. Евро против доллара также снижаемся. 1.1287. Сейчас рынок оценивает вероятность снижения процентной ставки в июле на уровне 50%. Буквально неделю назад эта вероятность составляла 40%. Экспорт Германии продолжает сокращаться. Прогноз пересмотрен в 2,5 раза, то есть ухудшен. Индекс цен производителей накануне сообщил о том, что инфляция остается под прежним давлением. Да и Трамп еще подлил масло в огонь, анонсировав, фактически сообщив о готовности ввести дополнительные более высокие опошлины на европейские товары общей стоимостью 4 миллиарда долларов. Я не раз говорил, друзья, о том, что очень быстро и внезапно протекционизм Трампа может перекинуться и на европейскую экономику. Все это, в конце концов, поджимает еврозону, усиливает те проблемы, о которых мы не раз говорили. И это все вытекает в важность тоже проведения мягкой экономической политики. Также я делал неоднократно на это акцент. Евро под нормальным прессом. Это давление сохранится и дальше. Сегодня, кстати, в 11.00 выйдут данные по производственной активности еврозоны. Я ожидаю слабые цифры. Я ожидаю то, что европейская валюта в связи с этим может оказаться на более низких ценовых значениях. Фунт против доллара 1.2587. Мы все ближе к цели 1.257. В начале этой недели были слабые данные по производственной активности, по активности в строительном секторе. Сегодня важнейший из индикаторов состояния экономики – активность в сфере услуг, на которую приходится 80% экономического роста. По аналогии с прежними первыми двумя отчетами, я жду также и сегодня слабые цифры. Поэтому, если статистика разочарует, в чем я абсолютно уверен, фунт против доллара может завершить текущую торговую сессию ниже отметки 1.2550. В ходе вчерашнего выступления Карни снова сделал акцент на риски Брэкзита, на потери английской экономики в случае жесткого выхода из состава ЕС. Но мы об этом также не раз говорили. Потери могут превысить 100 миллиардов фунтов. В общем, друзья, ждем пресса на риск. Мы видим то, что сейчас участники рынка больше смещаются на национальный фундамент. И это неплохо, потому что национальный фундамент, он исключительно по отдельным регионам негативный. Австралия с против доллара 0.6991. Мы вот-вот, друзья, тронемся в развитии нисходящей динамики. Ставка была снижена накануне на 25 базисных пунктов. Дальше до конца этого года еще не одно снижение процентной ставки, чем мы будем пользоваться. Филипп Лоу подтвердил, что главная задача Резервного банка Австралии – снизить уровень безработицы с 5,2% до 4,5%. Этого можно добиться только если не меньше двух раз до конца этого года еще снизить процентную ставку. Новозелайнс против доллара 0.6677. Также мы ориентируемся на снижение в районе 0.65. Доллар канадец 1.3105. В эту пятницу данные по рынку труда, которые по прогнозам могут усилить давление на канадца. Друзья, и небольшое еще сообщение. Следующий брифинг состоится уже в понедельник. Собственно, так же, как и вебинар «Правильный понедельник». Мы обсудим все события оставшихся торговых сессий. Я надеюсь, что в плане фундаментального пробела ничего такого не будет. Но если что-то и образуется, мы в понедельник все это закроем. Желаю вам удачи в закрытии текущей недели. Уверен, что по большинству активов, которые я только что проанализировал, результаты будут еще лучше. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.